Друзья, доброе утро! Замечательное утро, замечательные птички, замечательная весна. Природа не знает, что всё не так уж хорошо. И хочется утром выходить на булавар, хочется отвлекаться, слушать пение птиц, смотреть на море, как сходит солнце, как распускаются деревья. Друзья, не хочется думать о плохом. Сейчас я с вами поделюсь вчерашними моими впечатлениями. Я была в волшебном Монтинском дворе. В дворе, который, может быть, когда-нибудь перестанет существовать, потому что он уже старый, он не вписывается в какие-то новые планы строительства. Но, тем не менее, я его сняла, потому что он волшебный. Давайте посмотрим. И к тому же я ела экзотическую пищу, экзотическую еду. Раки, креветки, свежая рыбка. Итак, переносимся во вчера. Я помню в детстве, значит, на улице телефонная, угол Пушкина, справа. Там был, кажется, там был гастроном. Стояла огромная бочка с раками. Эти раки были гиганты. Моя бабушка очень любила раков. Значит, она их покупала. Мы их приносили домой. Велали их в таз. И эти раки в этом тазу были раньше, помню, такие огромные тазы, огромные какие-то емкости. В общем, эти раки там шевелились, шевелились своими клешнями. Из них выходили какие-то маленькие черненькие, такие длинненькие колбаски. Наверное, так они как бы справляли свои дела, извините. В общем, вот эти раки там сидели, я их пыталась кормить. Ой, в общем, короче, были такие времена. Ну, потом, конечно, я еще видела раков и ела раков. Но за последние годы я раков не ела. Да и креветки уже стали деликатесом. Порция креветок пивной очень недешевая. Вечер был замечательный. У нас было и меньше десяти человек, все было хорошо. Редко бывают такие солнечные тихие дни. Воздух не холодный, уже теплый. Тишь и гладь. Друзья, всем привет. Что мы видим? Мы видим целую колонию раков. Целую колонию раков. Видите, они хотят вылезти. Они хотят вылезти. Так, там и маленькие. А там прям целую печеньку на них. Это раковые креветки. Крупные какие креветки? Это москве речные? Не, речные. Речные. Друзья, меня пригласили на раков. Конечно, жалко. Часть из них, но, наверное, все раки-смертники. Ну, такова судьба рака. Смотрите, это двор на Монтино. В стороне справа, за Фунтой, по улице Мичурино. Смотрите, старый двор, итальянка, какие дома. Какой простор. Но, к сожалению, этот массив, наверное, будет смазать. Смотрите, какая итальянка шикарная. Сычки поют. Весна. Старые деревья. Это сафора. Посмотрите. Сафора, ну, насколько я знаю, лекарственная акация. Она дает вот такие весельки. Они очень хорошо, если их правильно приготовить. Как-то со спиртом, что-то такое. Лечит много болезней. Гуляемся по веранде. Посмотрите, такие дворы, такие дома. Уже раритет. Около каждой двери какой-то складик. Шкафчики старенькие. Что это, какой шкафчик? До исторических времен. Столик раскладной. Сундуки лари. Мы их называем ларь. Лари. В ларях хранят банки, соленья, варенья. Вот такая у нас. Ух ты, я вышла в тапчиках на веранду. Нехорошо. Надо будет их почистить. Вот такой островок старой жизни. Намонтина. Этот милый просторный двор. Займут вот такие высотки. Неинтересные, ничем не примечательные и ничем не отличительные. Чудесный двор. Друзья, в общем-то, я попала в дом рыбака. Посмотрите, какие в облачке вялются на закатном солнце. А это вяленая шамайка, да? И вобла. И вобла. Они разные, да? Кто из них шамайка? Да, да. Вот шамайка. Шамайка. Ух ты, здорово. Вяленая, здорово. Будем кушать, попробуем. Что ты делаешь? Кусается? Нет. Как хорошо такое. Икра. Хотя бы вот раков так бы сделали. Вот там лежат как-то. И надо было оттуда побольше взять. Побольше? Ну да. Ну, горячий. Я хочу горячий у нас. А, а ты там еще есть? Да. А, я думал, это все, что ты там отнаврал. Не, не, не. Видишь, все. Все, друзья, я вам желаю. Я вам желаю крепкого здоровья. И пожелаем, чтобы поскорее все тряслось и было хорошо. Пока, друзья. Всего доброго. Надо наведаться на Чапаева 54. Узнать, что они думают по этому поводу. Субтитры сделал DimaTorzok